Всем привет! Вы слышите Лёшу Халецкого, и это первый матч моего очередного дуэльного турнира. Шестой дуэльный турнир. Я встречаюсь с человеком под ником Корвус Коракс. Первый раз, честно говоря, вижу. Ну, вроде часов в Циву у него много, так что... Всякого можно ожидать, но от игроков, мне неизвестных, действительно можно всякого ожидать. Они могут и сильно сыграть, и слабо, так что посмотрим. Настройки турнира те же, собственно, какие были и на прошлом турнире, то есть всё разрешено, ничего не... А, единственное, вот запрещена дипломатическая победа, да, вот чтобы не было таких приколов, как помните у меня в дуэльной игре, где я играл за Японию против Эфиопии на карте Запад-Восток. Так, всё то же самое, без варваров, без руин и ГГ, дипломатическая победа запрещена, всё остальное разрешено, можно любые пантеоны принимать, любые верования, строить любые чудеса, так что такая игра. Тут нету каких-то поблажек никакому развитию. Вот я решил поиграть за Индию в первом туре. Я просто очень давно не играл за Индию, смотрите, какой у меня старт офигенный. Просто... Просто офигеть, вот. Даже не знаю. Так, что-то... Не ходим, вот, началось движение. Знаете, никуда я не пойду, я здесь город и поставлю, потому что, ну, меня всё... Я даже не хочу на холм ставить. Мне очень нравится. Ещё одна соль, три соли. Это, к сожалению, ГГ, скорее всего, для соперников. Вот соль — это единственный ресурс в игре, который я считаю читерным. Объяснение очень простое. Он, во-первых, даёт еду, а, во-вторых, когда его обработать, это единственный ресурс в игре, который даёт чего-то два. Блин, как это вам объяснить? Вот, когда вы там, например, какой-то... Ну, тут строите... Как его... Блин, сейчас я похожу, потому что у меня мысли разбегаются от всего этого дела. Вы, когда строите шахту, например, вот на алмазе, да, то шахта, конечно, вам даёт производство, но от холма. А сам алмаз даст золото. Одну единичку золота. А соль, когда вы строите тут шахту, она даёт и еду, и производство, понимаете? То есть это слишком круто. А когда их ещё тут три, то есть я могу сейчас спокойно идти в волю на самом деле, при этом не волнуюсь ставить даже два города. Ну, напоминаю, что у индусов штраф, по счастью, от количества городов. Мне достаточно будет двух городов, и если мой соперник недалеко, я даже через волю зарашу его моими слониками. Мой соперник, кстати, тоже поставил город. Вот, кстати, он тоже на море. Кстати, ещё тут надо не... Это я заранее так про волю говорю, а на самом деле это я так зря тороплюсь, потому что, вы же сами понимаете, мы тут ещё можем быть очень далеко. И вполне могут быть какие-нибудь горы. И тогда здравствуйте фрегатики. Морские акробатики. Ну, видите, у него даже больше клеток водных, чем у меня. Ну, Полинезия это такая морская нация. Ладно, поехали играть. Сейчас мы тут скаутами всё исследуем. А, ну, смотрите, горы. Может, действительно в развитие поиграть через... Ну, блин, вот этот старт, ну, он как-то предполагает, что... Да, горы. Надо идти во фрегаты просто и рашить фрегатами, как вот я обычно практически во всех моих первых играх. Даже, знаете, что... Или не заморачиваться, или... Я вот думаю, заморочиться с... Нет. Давайте-ка мы ещё одного скаута. Всё-таки разведка очень важна в этом плане. А мой соперник может плавать сразу через океан. Тоже уникальная способность. Так, отлично, растём. Ух ты. А я чё-то думал, что он там будет. А тут, смотрите, такое расположение, что... Нет, всё-таки он должен быть слева, по идее. Ну, сейчас посмотрим. Ещё раз напоминаю, нету ни руин, ни варваров, так что... Ух ты. Неплохое чудо. Луру 2.6. Надо разведать, где город ставить. Места отличные. У столицы... Ну, 4... 3 соли. Ну, как... Как тут играть против этого? И ещё банан с пшеницей. Амбарный ресурс, кстати. Надо после... Мне, кстати, для слонов. Где слоны-то? О, для слонов. Ну, царя, где соперник находится. Если далековато, то слоны тут, конечно, не очень будет. Надо его ещё найти. Что у меня с лошадьми? О, ещё и лошадь. Ну, лошадей мало, правда. Ага, вон ГГшка. Ну, тут просто, видим, такой полуостров будет небольшой. Это ладно. Так, давайте сразу тогда монумент. Пойдём. Я пока ещё не решил, честно говоря. Да, Киев я нашёл первый. Ещё не решил через что играть. Дело в том, что тут у меня такое место, что мне и воля неплохо пойдёт. То есть я иду, получу с караванов. С другой стороны, мне счастье нужно при игре за... Ну, у меня тут есть ресурсы на счастье. В принципе-то. Так, где же у нас может быть полинезийц? Вот ещё и рисует... То есть где-нибудь тут... Ну, для столицы... Я прям удивлён таким хорошему, блин, такие горы тут. Всё выглядит так, что придётся, походу, до фрегатов играть. Для столицы места у Индии просто мне повезло. Вот дальше места, конечно, всё такое не очень классное, честно говоря. Ну, так, Дели растёт. О, ещё и барьерный риф. Да. Ну, короче, эта игра выиграна чисто из-за места. Я, может, слишком самоуверенный, так рано говорить о победе. Это очень круто. Вот два чуда рядом со мной, один из которых барьерный риф. Я тут город поставлю по-любому. Здесь очень неплохое место. Вот, то есть, например, где скаут стоит, почему нет? А, вот полинезийцы. Ну, в принципе, не так уж и далеко для слонов-то вот так вот пробежать. Сейчас ещё я тут исследую. Так. Амбар. Давайте-ка мы амбар сразу построим. Так, что мне надо? Мне надо майнинг. Какой-то интересный. А, ну да, мне тут в любом случае, походу, тут надо ставить город, потому что иначе я тут не проплыву. А тут нормально, город, он дотянется до обеих клеток. Надо брать пантеон на плюс 4 от чудес. Так что после амбара сразу светилище. Строим домики, строим домики. Ну, тоже неплохо, смотрите-ка. А, слушайте. Нет, но... То есть, знаете, он может быть не на воде, а в нём могут быть какие-то тут такие... Блин, прыгнуть, что ли, мне? Давайте-ка я ему войну объявлю и прыгну на... Слушайте, он может не на море? Короче, это мне надо исследовать. Боже, ну что это вот это вот... Что эта карта сгенерировала? Ну, второй город надо вот тут ставить в любом случае. Тут и счастье есть, и... Блин. Нет, это всё-таки море. Это всё-таки море. Ну, вы знаете, тоже неплохое место. У меня получше, но и у соперника неплохо. Блин. Не, ну какое, блин, развитие? Нет, воля. Я хочу волю. Мне кажется, правильнее тут воля. Еда у меня будет от караванов и так. Блин, ну что это? Вот это за кишка такая. Так. Майнинг открыт. Так, давайте исследуем тут местность. Блин. Какой странный генератор, конечно. Да, значит, но, видите, гонолулу очень неплохо стоит в плане, что его сложно будет брать. Но, на самом деле, выйду первым в фрегаты, и ничего не поможет. Не знаю, ну не буду я около улуру ставить. Мне достаточно плюс четыре от барьерного рифа, а барьерный риф каждый будет давать четыре. То есть я восемь и так с барьерного рифа буду иметь. Пускай он тут может за улуру борется. Тут неплохое место, кстати, вот для него город поставить. Так, а что я тут вообще обрабатываю-то, Дели? Бананы. Ага, два хода. Два хода. Нет, ладно, давайте-ка амбар достроим. Надо, чтобы тут город рос. Аки на дрожжах. Так, я хочу исследовать вот местность рядом со столицей его. Внутри, знаете, три персика тоже, три апельсинчика тоже очень неплохо. Так, пускай он не видит, что я тут бегаю. Нормальное, нормально. У меня получше. У меня получше для столицы. Но у него есть места, где ставить города и кроме столицы. А у меня вот это место, например, не самое лучшее. Несмотря на то, что тут два барьерных рифа, но это не самое лучшее место для города. Ну, у него тут вообще такой залив. Знаете что, наверное, надо слонами все-таки нападать. Так, амбар. Тут фрегатами, даже фрегатами сложно будет. Тут только два фрегата получается, да? Этот город с моря очень сложно будет взять. А вот ему на меня с моря нападать будет неплохо. Так, ну что, он тут пытается меня как-то... Так, девять ходов до города. Ну, есть нам пока куда развиваться. Давайте-ка мы в календарь и пойдем, собственно, в слонов. Потом в железо. Не знаю, зачем он там встал. Ну, вот неплохое место для города, кстати. Ага, значит, вот так находятся тут и тут. Будет еще один барьерный риф. Не, нормально, слоны тут так вот бегают. Будет весело со слонами. Он, наверное, кстати, надо глянуть. Он, нибудь, в традицию пошел. Нет, тоже в волю. Так. А что ж он строит тогда там? Ну, давайте-ка отступим. Он построил своих этих чумазых чуваков. Ну, и, кстати, минус 10 рядом с ним. Я имею силы, так что надо отступать. И, в принципе, тоже можно вынадо подстроить. Почему нет? А где ГГшки, блин? Как-то их тут немного. Так, давайте посмотрим, что тут вообще. Так, Дели до пяти вырос. До четырех. Ну, вот, пять уже неплохо. Так, производство шесть. А так тоже шесть. Давайте так пока оставим. Тут джунгли. Мне надо было еще джунгли. Ну, есть чем вырубать джунгли. Ага, после война давайте-ка рабочего. А то как-то я забил на развитие. А, вот его скаут где. Давайте глянем, куда он пойдет. Мне не очень хочется его к столице пускать. Отличненько. И воинам пойдем мешаться. Блин, Манилу он уже раньше меня ношел. Так. А, вон его воин пришел. Ну, что ж, пришлось пропустить. Стоим здесь. Если он сюда скаутом пойдет, то, ну, ему же хуже. Так, надо, наверное, у Киева спереть рабочего будет. Так, куда пойдет скаут? Да. Ну, не знаю, зачем. Сейчас мы его тут будем ловить. О! Рабочий уманил. Ну, наверное, уманил и тогда сопрем. Чего уж тут. Ну, я думаю, он, мне кажется, он будет стремиться сюда какой-то город поставить. Типа меня подпереть. Я, наверное, поставлю тут город. А третий можно будет где-нибудь, ну, тоже, где-нибудь, в эту сторону поставить. Например. Так, ну, куда пойдет? Я думаю, он должен сюда прыгать. Он не видит моего воина. Ну, не на чем было прокачать дальность просмотра. Сюда встанет, ну, он может отойти, конечно. Давайте подготовимся. Отлично. Отлично. И поймали. Так, крадем рабочего. Заключаем мир. Ну, ему тут не спастись, в принципе. Хотя он, конечно, может вылечиться. Давайте-ка все-таки будем ловить. Готов. Так, плюс четыре от чудес. Знаете, еще чем неплохо плюс четыре от чудес? Тем, что он будет думать, я думаю, что он улуру нашел, раз он отсюда пришел. Он будет думать, что я сейчас планирую сюда город, и он будет стремиться быстрее сюда город поставить. На самом деле, нет. Я хочу поставить город около барьерного рифа. Прокачечка. Прокачечка. Так, пока тут постоим. Где там его воин? А, вот он где. Интересно, захочет мы его скаута атаковать. Ладно. Мы пойдем. О, а вот и, собственно, идет посел. Он его все-таки построил. Нет, или скульптуры взял. Он, наверное, скульптуры взял. То есть, он раньше построил монумент. Я двух скаутов построил, а он скаута и монумент. Ну. Давайте-ка тут встанем. Будем ему мешать переправиться. Еще скаута подгоним. А вот и наш посел. Так, куда я хотел, вот сюда я хотел. Ой, рабочий уже сразу. Сразу обрабатываем. Так, тут этот лечится, блин. Он мне мешает провести. А, ну слоны пошли. Отлично. Четыре слоника. Так, после обработки бронзы плавание на корабликах. Ну, зачем он сюда пошел? Надо было на скаута моего или нападать, или вот сюда надо было ставить. Видите, я ему не даю просто через речку переправиться. А, ну, правильное решение. Да. Хоть так. Тут нормальное место для города. Но я мешал. Я все-таки старался. Так, я думаю, что... Не, надо еще постоять. Хотя бы ход. Куда он куда-то сюда пошел? У него есть деньги, в принципе, 61. Ну, тут, наверное, 90 будет стоить. Хочет купить быстрее улуру. Пускай покупает. Пускай. Ставлю сюда именно для того, чтобы можно было проплыть и можно было морскими караванами отъедать города. Именно для этого. Ох, мы сейчас сольку обработаем, и нам тут весело заживется. А слоны как сейчас? Блин, да я сейчас слонами это самого заберу, и все. Тут, собственно, вся игра на этом закончится. Сейчас, правда, минус станет. Может, подождать один ход? Давайте-ка, наверное, подожду один ход. Потом город поставлю. О, меня там зажимает. Ну, ничего, у меня тут тоже есть войска. А уж как его мои слоны удивят. Да, я помню, что у него триремы плавают уже через океан сразу, но... У него сейчас не до трирем будет. Так, надо мне сразу воинам сюда прыгнуть. Подготовимся. Отличненько. Так, сразу закончили и ставим город. Вот, ноль. Видите, у меня было шесть, стало ноль. Другие нации, когда ставят город, у них четыре несчастья отнимается. У индусов, к сожалению, шесть. Но, блин, я не помню, я там считал, после шести, по-моему, жителей, наоборот, это в плюс все действует. Так, начнем с монумента, конечно. И, ну, потому что надо как можно быстрее эту клетку к себе добавлять, получать религию. Видите, у него тут плюс шесть будет, а у меня будет плюс восемь. Но, правда, не сразу. Он где встал. Ну, сейчас к тебе слоники прибегут. Любишь ты... Любите ли вы так слоников, как их люблю я? Так... Первый побежал. Угу. А мы тут постоим. Тут постоим. Так, давайте, наверное, алмазы сначала. Это он зря. Так, так, так. Ну, как вы думаете, когда само падет, он сдастся или будет дальше воевать? Блин, слушайте, это мне напоминает, как я за Египет играл. Примерно та же фигня. Строишь одни коляски и... Ну, че, отступаешь? Правильно. Это правильно. Вылечился? Ну. Я бы на его месте сейчас начинал очень усиленно строить юниты. Надеюсь, он это понимает. Что у нас, кстати, с демографией? Ну, у него юнитов побольше, типа. Он, видимо, вот этих понастроил. Они неплохо дают. Но я сейчас вот еще одного слона возьму, и можно с Киева дань брать. Пока не надо идти, надо будет завернуть Киеву. Кстати, надо бы... А, Маниле я не могу пообещать защиту. А тут я еще ничего не исследовал. Ладно. Так, можно на производство. Уже минус один у меня, по счастью. А сможете ли вы угадать, благодаря кому появилось это видео? Да-да-да, традиционно 2GIS. Эта компания выпускает не только одноименный справочник и карты городов, которые работают даже офлайн, но и поддерживает мой канал о стратегических играх. 2GIS, адреса, расстояние, время работы и другая детальная информация о городе в одном приложении. 2GIS, если быть точным. В слонах только плохо то, что они тихоходные. Единственное их... Что мне в них не очень нравится, но... Выбора у нас особо нету. Убегай, тучка. Убегай. Убегай. так а почему я ход тут а лес тут соль в лесу то очень неплохо кстати вырублю этого блин куда я же с киева дань хотел взять блин ну я еще и не первый по армии так ладно она начала будет сюда сбегать я хотел тут побегать слоником но видимо не сейчас пока так что нам дальше ну давайте пирамиды попробуем может хотя хорошему тут надо только слонов строить и все он уже поставил город отъедать пикинер так блин быстрее бы тут конечно что у него золото ну золото купить улуру у него нету а автоматом это чудо не присоединиться ну может лучше присоединиться когда-нибудь конечно не но и она не самое первое тут вот сначала мрамор присоединиться знаете там олени вот тут все это поприсоединяется ну что он там задумал так дальше водных ресурсов у меня ну рыба есть ну это не совсем то 4 хода так нужны ли мне метка луки они 11 а сила 7 а мои слоны 11 и сила 9 что это часть слона это метка луки те же как мы пока в инженерное дело чем он отошел копьем туда почему туда точнее да я думаю тремя слонами самого берется ну что я первый уже по армии да блин так надо отойти попробовать стребовать с киева дань так построилась один ход я смогу обрабатывать барьерный риф амбар пирамиды да наверное так и сделаем в деле чисто сплошняком слоны так долго тут еще два хода е-е-е-е-е переключаемся ну блин минус 45 чет а у нас же иммортал блин я и забыл да тут мы вряд ли вообще дань возьмем так что пошли самого захватывать вот еще 35 всему стоит ну так решил атаковать моего дуболомчика маленького так отступай убегай о лук не пускай стоит лечится и этот пускай лечится у меня три юнита которыми можно захватывать город ну что начнем обстреливать наверно у него уже тут лечилка да следующим ходом у этого слона будет лечилка вот почему он не ставит город в город юнит кто мне объяснит чтоб сила была меньше у города да ну то есть ладно этот не дошел он на холме остался но вот этот раненый мог же в городе стоять правда так так обстреляет обстрелял обстрелял что там промелькнуло копье рабочие о счастье появилось это очень хорошо что там корм м для Продолжение следует... По-моему, не берется город, если я двумя... Ну, ладно, следующим ходом возьму. Это ничего. Так... Так-так-так... Ну, настроил лучников. Ну, лучники против слонов, я вам скажу, не очень. Не очень. Прям откровенно не очень. Да, это так. Набожные слоны несут веру и добро в священную корову. Так, к сожалению, лечения нету, но один какой-нибудь юнит да захватит. Отлично. Так, у меня, к сожалению, минус по счастью наступил. Обходят демоны. Ну, следующим ходом, по идее, город должен быть разрушен, ну, и я вернусь к своему счастью нормальному. Как вы понимаете, за Индию... Вот в этом, собственно, и минус, что... Закваченные города вообще не стоит никак оставлять, потому что это сразу офигенный минус просто. Просто офигенный. Блин, он с таким количеством лучников мог этот город в этот же ход отбить. Все, плюс... Ну, к сожалению... К сожалению, никак тут. Ну, что за лаги-то начинаются? На ровном месте. Куда побежал? Так, он решил лучниками обстреливать слонов. Не лучшая идея. Ну... Нам только в плюс. Ну, я думаю, по демографии я тут везде на первом месте. Да, ну, блин... Место просто шикарное у меня. Просто... Ну, хорошее. Очень хорошее. Не буду, ладно, говорить. Уже прям шикарное, но... Отличное место. Ранние хорошие юниты. Не знаю, вылечится. Ладно, вылечусь. Так, что у нас тут? Готов. Так. Ну, блин, чё он лагает-то? Нет, я тебе не дам разграбить мои соли. Так, надо бы этим вернуться, пожалуй. Что у него с армией? Ну, чё-то строит. Чё-то строит, конечно. Ну, видите, насколько у меня 5-7, да? То есть, какая разница в армии. И уничтожил лучника. Ух ты, коляски. Коляски, кстати... О, я не заметил этого юнита. Коляски, вот это правильно. Слушай, ну чё за лаги, блин? Так. Так. Я вышел в классическую эру. Ускоряя шаг. Ну, делит тут у меня мощная. Теперь можно... Так, минус пошел по золоту, но меня это как-то не особо волнует. Буду с вами честен. Кстати, можно уже тут и свой город поставить. Всё-таки три. Да, здесь ещё будет мрамор. Есть дополнительный ресурс. О, генерал. Отличненько. Пил, пил. Пил, пипил. Банза. Блин, к сожалению, не первый тоже. Ну, я вам сказал, ГГ, это ещё на каком ходу? Да, ну, в общем, тут он мне не может никак. Видите, всё сюда идёт. Может уже сразу строить. Пусила. Пусила. В данном случае уже ставить город, чтобы просто столицу продавливать. Давайте, наверное, пусила. Всего-то два хода. Продавим его и всё. Да, и дорогу, наверное, можно строить уже. Да, не вывозит. Ну, слоны, они такие. Что я могу сделать? О, колясочка. Колесянция. Куда бежишь ты, коляска удавая? Ну, чтобы время не тянуть. Хотя, вам, наверное, интересно посмотреть, как я буду его столицу брать. Ну, ладно. Не сдаются, так не сдаются. Где у него? Вот лошади, собственно. Вот он. Собственно, только из-за них и строит коляски. Их надо разграбить, и колясок не будет. Е-е-е, хвали, горе. Так, дорога. Видите, я тут уже без боязни, потому что тут, ну, блин, я не знаю. Конечно, можно какой-то бегать? Заблудший скаут полинезийский. Так, этот слоник вылечится. Посел так. Для этого мне его лучше бахнуть. А вот сюда, наверное, где этот слон стоит. Умер. Умер. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ну вот, идти сдаётся, да. Я, в принципе, могу эту столицу уже захватить без, даже без города тут. Единственное, вот, дуболома только. Ну, чтобы он выжил. Что тут надо было делать полинезийцу, наверное, меня спросят. Надо было вот тут у себя сидеть, отращивать города и не пытаться идти в атаку, а играть от обороны. Это, по-моему, единственный шанс. Ну и, конечно, поплавать своими триремами, тут приплыть ко мне триремами, что-нибудь поделать, погадить. Ну, вот этот город, ну... Я понимаю, что ему очень хотелось, а хотелось из-за нехватки, опять же, разведки. То есть я выяснил диспозицию. Я поставил город так, как... Видите, играя через волю, мне двух городов выше крыши хватило для этой победы. Естественно, очень неплохое у меня место было. Но я вам хочу сказать, что и у полинезийца не самое слабое. Я бы вот с таким местом против Индии посопротивлялся бы. Не знаю, победил бы, но... Точно я бы посопротивлялся. Я бы не сказал, что вот это плохое место. Очень даже неплохо. Тут это озерцо еще фермы тут может давать. Все нормально. Он полез за Улуру и не получил его, кстати. Поставил город так, что он легко брался. Ну, ты же понимаешь, ты играешь против слонов, против индусских слонов. Ты должен ставить город так, чтобы к нему было не подойти. А здесь, наоборот, вот город, где находился, да, как раз с моей стороны, тут куча равнины, на которой можешь выбегать слонами и творить, что хочешь просто. Издевайся всячески. А так горы вообще такая непроходимая местность. Я что-то не все даже исследовал. Неплохо можно было бы сопротивляться. Почему нет? Но, как говорится, не шмогла. Ну, я не знаю, тут стоит еще. Но, видите, у меня тут места нету особо. То есть вот тут хорошее место для города. Тут еще не... Ну, тут еще можно было где-то посмотреть, и тут крабы есть. Наверняка можно поставить было бы еще. Так, давайте мы его тут. Ну, мой соперник уже вышел. Это, видите, я компьютера добиваю. Тупо посмотреть... Что там будет в конце? Ну, я имею ввиду... На реплай посмотреть. Да, вот тут неплохое место. Вот в этом. Вот тут неплохое место. Крабы, две рыбы. Тоже нормально. Главное, не под слонами индусскими. Это мне надо было бы ставить город, пытаться его отбить. А, напоминаю, у индусов проблемы со счастьем, когда они города ставят. Так что... Не самая... Не самая хорошая идея за индусов играть в нападение. Ну, вот... Не знаю, как вот можно было полинезией против слонов пытаться действовать. Так, ну что, возьму я следующим ходом столицу. Интересно. О, ну неплохие места тут. Ну, ну что, можно еще ставить города. Всяком случае, у него под второй город места лучше, чем у меня под второй. У меня даже этот барьерный риф как-то и не понадобился, как видите. Все решилось на слонах. И всем. Так, ну что. Возьму я столицу, нет? Да. Конец игры. Давайте посмотрим карту. Мне прям интересно. А, вон где... У него тут еще вон место есть. А, ну вот с чем проблема, почему он тут не хотел ставить город, потому что он не мог бы караванами тогда отъехать. Смотрите, у него тут внутреннее море было. Слушайте, к нему вообще фрегатами невозможно было. А, вот что у него... Какая у него проблема. Он оказался на внутреннем море, из которого он не может... Хотя, подождите, может, тут можно... Нет, тут, наверное, нельзя проплыть. Или можно? Ну, тут, походу, на то, что у него внутреннее море, из которого он просто не может выплыть своими юнитами. Ну, тем более, ему надо было тут город ставить. Он смог бы тут строить три ремы и плавать ко мне. Типа, он не хотел тут город ставить, потому что невозможно морскими караванами отъедать. Ну, не знаю. В любом случае, вы слышали Лешу Халецкого. Пользуйтесь Двагис и играйте в умные игры. Спасибо, что досорели до конца. Я Леша Халецкий, тот, кто сделал это видео. У меня к вам несколько просьб. Во-первых, не забудьте поставить лайк. А, во-вторых, поделиться этим видео, раз уж вы досорели до конца. Видимо, оно вам понравилось. Я вам буду благодарен, и это поможет распространению моего творчества для более широких масс. На этом все. Играйте в умные игры.